Здравствуйте. В этом видео я хочу показать, как устроена и работает система смазки шпинделя часового станка S1. Такая система смазки называется фитильной. Она применяется практически на всех часовых станках S95, T28, T65, Schaublin 90, S1. У меня есть две передние бабки станка S1. Они немного отличаются по конструкции. В этой бабке маслёнка съёмная, выкручивается, а в другой маслёнка выполнена прямо в самом корпусе передней бабки. У обеих передних бабок масло из выходного канала поступает не на шпиндель в зону трения с подшипником, а сначала поступает на наружную поверхность подшипника и по канавке стекает вниз, а в нижней части подшипника имеется радиальное отверстие диаметром 5 миллиметров. В это отверстие должна вставляться войлочная пробочка. Одним торцом она должна касаться поверхности шпинделя, а второй торец должен быть опущен в канавку с истекающим маслом. Масло по войлочной вставке поднимается вверх по капиллярам к шпинделю и смазывает его. На внутренней поверхности подшипника, в нижней его части, имеется распределительная канавка практически на всей длине подшипника для равномерного смазывания зоны трения. На наружную поверхность подшипника масло поступает из фитильной маслёнки. Покажу съёмную маслёнку. Фитильная маслёнка представляет собой ёмкость со вставленной посередине трубкой, верхний срез которой располагается выше дна ёмкости. Один конец фитиля лежит на дне ёмкости, а другой конец вставлен в трубку и должен быть опущен ниже, чем первый конец, то есть необходимо обеспечить перепад на концах фитиля. При заполнении маслёнки маслом масло поднимается по фитилю вверх и опускается через трубку вниз и вытекает из маслёнки каплями. Капля масла попадает на канавку на наружной поверхности подшипника, стекает вниз и поднимается вверх по войлочной вставке к шпинделю. Если бы маслёнка была не фитильной, а наливной, то масло бы быстро стекло вниз и через зазоры между подшипником и шпинделем быстро ушло наружу. А фитильная маслёнка подаёт масло дозированно. Масло поступает в зону трения понемногу. Нецелесообразно лить много масла, а потом его убирать. По данным литературы фитильные маслёнки могут давать расход от 0,5 до 5 сантиметров кубических в час. Фитили изготавливают из шерстяной пряжи, ХБ нитей, киперной ленты, ХБ бинта. Из фетра можно взять фитили от зажигалок зипа, от керосиновой лампы. Советуют также купить фитили от лампадок в церковных лавках и в магазине для пчеловодов. Фитиль для свечей. Для предупреждения производственного опускания фитиля, а также для того, чтобы его было удобно вынимать и вставлять в трубку, фитиль укрепляют в тонкой отожжённой проволоке. Верхний конец проволоки завивают в форме кольца, чтобы было удобно держать. Расход масла через фитильную маслёнку зависит от многих факторов. Чем выше уровень масла в маслёнке, тем в большем количестве подаёт её фитиль к смазываемой поверхности. Чем гуще смазка, тем хуже она подаёт с фитилём. Если густая смазка, надо уменьшать толщину фитиля. Нити фитиля не должны быть слишком туго перетянуты проволокой, но вместе с тем нельзя допускать, чтобы нити свободно вытягивались из неё. Конечно, надо периодически очищать маслёнку от грязи и заменять или промывать загорязнившиеся фитили. В интернете есть много информации про фитили и условия их эксплуатации. Сейчас я покажу, как я делаю фитиль. Взял мягкую проволоку диаметром 0,4 и шпагат. На конце проволоки сделал петелку. В неё вставил нить, шпагат. На другом конце проволоки сделал колечко, чтобы удобно было вставлять фитиль в трубку маслёнки и вынимать из трубки. За это колечко вставляю проволоку с нитью в трубку, а свободные концы нити заправляю в полость маслёнки. В маслёнку налью масло чуть выше верхнего среза трубки, чтобы сначала масло самотёком протекло в трубку и смочило фитиль. Сейчас проверю расход маслёнки. Масло веретёнка и 40А. Получилось 5 капель за 3 минуты и 20 секунд. Из фетра вырезал такой вот фитиль. Как мне кажется, это будет удобнее в пользовании, потому что не нужны всякие проволочки. Вот его опускаю и сверху полью масло, чтобы его пропитать. И посмотрю, как он будет работать. Пусть пропитается весь. Сейчас проверю, как работает фитиль из фетра. Продолжение следует... Ну вот, 5 капель за 4 минуты. То есть фитиль из фетра хорошо работает. Его легко делать и легко ставить и снимать без всяких проволочек, этих концов нитки, их утапливать вниз. То есть я считаю этот фильтр и фитиль удобнее в изготовлении и в пользовании. И ещё чем удобен фитиль из фетра, можно легко остановить подачу масла. Даже его можно полностью не вытаскивать, а вот так если его поставить, то подача масла прекратится. И потом легко опять возобновить подачу. Легко его можно поставить на место. Легко вытащить и легко назад ставить. А это передняя бабка станка Шаублин 90. У него такая же фитильная система смазки. Также есть фитильная маслёнка, через которую масло поступает на наружную поверхность подшипника в канавку. Также стекает вниз и в нижней части установлена фетровая вставочка, которая выглядывает внутрь подшипника и касается шпинделя. Также и у заднего подшипника есть такая же фетровая вставочка, пробочка. Для правильной работы системы смазки необходимо, чтобы были и правильный фитиль, и войлочная вставка в нижней части подшипника. Фитиль должен быть изготовлен из рекомендованных нитей, правильно сделан и установлен. Войлочная или фетровая вставка в нижней части подшипника должна быть правильно установлена так, чтобы она постоянно касалась шпинделя. Вот так устроена и работает фитильная система смазки большинства часовых станков. Спасибо за внимание. Приглашаю на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok